Мы с Марией сегодня посвятим выпуск «Медведеву». Мария, приветствую вас. Начинаем. Приветствую вас, Даша. Рада приветствовать также нашу аудиторию. Хотела бы, несколько забежав вперёд, ответить сразу же на первую вашу мысль про то, когда его ждёт судный день. Мне кажется, что, учитывая его пристрастие к виноделию и употреблению этого продукта, судный день от слова «судно» его ждёт почти что ежедневно. Я думаю, что он прибегает, так сказать, к этому виду избавления от разных токсичных элементов. Вот, наверное, судно ему приносят, и вот у него действительно ежедневно случается армагеддон, пока не придут санитары и не прокапывают его. Но, впрочем, угрозы его, конечно, никто всерьёз никогда не воспринимал. Другое дело, что всё-таки он какое-никакое государственное лицо. То есть, всё-таки он всё ещё там в совбезе кого-то замещает, заменяет, видимо, вот в перерывах между возлияниями и судном. Вот, и уточка тоже у него может быть похожей на судно. Скорее всего, поэтому он, как напоминание, вот об этом своём пристрастии, даже в Плёсе домик для уточки построил. Ну, давайте всё-таки обо всём по порядку. В отличие от Путина, он, медведь, настоящий ученик Собчака. Дело в том, что Путин, началось это всё враньё с книги от первого лица, а потом это все подхватывали, он распространял легенду, которую ему вместе с направлением в приёмную к Собчаку выдала контора. Вот он эту легенду стал выдавать за правду для всех и вся уже впоследствии. То есть, тогда кто же знал, что он так там переживётся, ему вот под легендой того, что он якобы ученик, студент и так далее Собчака, вот поэтому якобы Собчак его взял в свои помощники Путина. Хотя Собчак не преподавал ни Путину, ни Егорову, ни Бастрыкину. Вот. А что касается Медведева, то вот ему он действительно преподавал, тот учился у него даже в аспирантуре и защищался. И таким образом вот этот бывший студент Медвед в 88-м году был привлечён Собчаком в качестве помощника на предвыборную кампанию Собчака как нардепа, народного депутата СССР от Василия Островского округа. Соответственно, он эту кампанию выиграл, Собчак, но при диковинной, я бы сказала, поддержке Ленинградского обкома КПСС. Первый зам Ленгоросполкома Большаков ввёл Собчака, более того, в комиссию по проверке деятельности торгово-промышленных кооперативов. И вот, наверное, сейчас многие наши зрители удивятся, но именно в 88-м году, когда большинство прозревших граждан Советского Союза срочно покидало ряды КПСС, вот именно в 88-м году Собчак, напротив, вступил в КПСС и таким образом подтвердил свою истинную тягу к номенклатуре, к Совку и, главным образом, конечно же, к конторе, которая его потом, ну, так сказать, тоже не забыла снабдить нужным окружением и помощниками. Дальше, когда, соответственно, в 88-м году Собчак избрался, то Малыш-медведь стал помощником депутата в округе. Вот, ну, когда же уже был избран демократический Ленсовет, то там возникло от демократических сил две равновесные фигуры. Это Филиппов и Салье. Значит, я брала у себя на канале интервью у Филиппова. Очень интересно он рассказывал. Он такой вообще весьма эрудированный и вдумчивый человек. Вот он в том числе был в свое время, как ни странно, автором закона о приватизации, который в итоге превратился в российскую прихватизацию. Я ему задавала много разных вопросов, и в том числе по поводу того, зачем же Петр Сергеевич Филиппов вместе с Мариной Евгеньевной Салье искали какого-то себе, так скажем, компромиссного руководителя в Ленсовет вместо того, чтобы между собой решить, кто из них станет главой, то есть спикером, говоря сегодняшним языком, а кто пойдет в заместители. То есть что вышло? Значит, Марина Евгеньевна Салье, известная тоже очень лидер демократического движения, скажем так, одной из его частей ленинградского, она известна еще и расследованием, которое она впоследствии проводила, так называемое расследование Салье. Это о том, как Путин проворачивал аферы, так называемые дизель, ну, в общем, сырье в обмен на продовольствие. То есть эти все договоры были заключены в декабре, когда они не знали, чем кормить людей, а потом вот в январе, собственно, все эти расчеты, то есть, как сказать, весь это, все сырье ушло на определенные компании, причем компании эти тоже были исключительно подобраны, в основном там фигурируют фамилии, связанные с кооперативом озера, а дальше продовольствия никакие, никакой в счет этого уже не поступало, потому что в конце января, то есть буквально через два месяца после того, как они сказочно обогатились, отпустили цены, ну, начался этап этой рыночной экономики, и сами собой, как бы, то полки, может, и заполнились, но эти все, вывод этих всех активов, то есть этого сырья, произошел, и там довольно-таки приличные, большие, то есть даже по тем временам просто астрономические суммы назывались, это было первый такой, один из первых витков серьезного путинского обогащения, в общем, этим известно Марина Евгеньевна Салье, ее после этого расследования довольно, ну, быстро не стало, хоть она и уехала, и последние годы жила просто в деревне, чтобы к ней было меньше претензий, но тем не менее, ну, в общем, ее уже сейчас нет в живых, и также тот, кто делал с ней расследование единомышленник, тоже при странных обстоятельствах, умер, в общем, это расследование таким образом должно было бы лечь в основу уголовного дела, которое уже почти было возбужденным, когда Собчак проиграл выборы, а Путин побежал отсиживаться в Биорице, но они тогда это все замяли, и поэтому, к большому сожалению, это уголовное дело, ну, скажем так, оно даже было частично возбуждено по этим материалам, но не коснулось, к сожалению, Путина. Значит, далее Филиппов Петр Сергеевич, еще раз подчеркну, это, в общем, такая вторая сила демократическая, и, в общем, не зная, как между собой определиться, потому что у них было почти поровну голосов в Леносовете, вот для того, чтобы не получилось так, что в итоге придет какой-то номенклатурный старый коммунистический прошлый какой-то там кандидат на пост спикера, они между собой не смогли договориться и сказали, ну, давайте найдем кого-то третьего, и вот таким образом они выбрали, выбрали они Собчака, причем он был не первым, как бы, не первым кандидатом, вот, так сказать, из возможных, они предлагали, по-моему, Галине Васильевне Старовойтовой, но та отказалась, не знаю, предлагали ли они Валерия Ильиничной Новодворской, вполне возможно, но, в общем, суть заключалась в том, что в итоге Собчак согласился, в отличие от других, и они его уже тогда провели до выборы, и, в общем, когда он перешел, Собчак, на уже избранным, и выставлена была его кандидатура на пост спикера, председателя вот этого Ленсовета, то он избрался, и следующим голосованием должен был по их договоренности проголосовать своими заместителями, соответственно, Филиппова и Салье, чего он сразу же не сделал, он тут же себе какого-то другого проголосовал, прям там же ушел в заседание, то есть предал их прям в первую же секунду тех, кто его привел, и смотался куда-то за границу, все. Больше вот таким образом он начал, в принципе, хоронить это демократическое движение, больше уже ни Филиппов, ни Салье не смогли преодолеть все то номенклатурное буйство, как бы, которое он, которым он обставился, потому что он, конечно, был всегда связан как с конторой, судя по вторичным признакам, так и с КПСС, судя по первичным. Значит, таким образом, в общем, после того, как он уже стал избираться мэром, то есть в недружественном окружении Ленсовета, которые хоть и вынуждены были работать под его руководством, но, в принципе, его уже воспринимали достаточно враждебно, он понял, что ему будет, так сказать, в тягости, он уже пошел выбираться мэром, но, тем не менее, ему очень нравилась приемная в Мариинском дворце, куда он ездил даже просто обедать, и, соответственно, когда он только избрался, значит, в этот, вернее так, он сел в приемную, он сел в приемную бывшего председателя Ленгорысполкома Ходорева, въехал в кабинет, этого Ходорева, но оказался там без группы поддержки и вынужден был пользоваться сначала секретарями Ходорева. Вот тогда он взял себе вначале Диму, секретаршей. Второй секретаршей стала Катаева Елена, которая недавно ковиднулась, и, ну, может быть, года два назад, вот поэтому живой свидетель этих всех событий, еще один уже ничего не скажет, вот, и, в общем, первые несколько месяцев там приемного этого, значит, соответственно, не было Путина, он возник позже, через буквально несколько месяцев, где-то вот в конце июля, может быть, чуть раньше 90-го года. Таким образом, Путин, прикомандированный, значит, к Собчаку, откуда возник? Вот теперь я вам буду рассказывать правдивую историю, значит, как именно ему удалось сесть за один стол с Медведевым, причем Медведев сидел, так сказать, лицом к заходящим, как настоящая секретарша, а он на приставном в таком стульчике и с видом в окно на зад коня Николая Первого, там конная статуя, вот, и вот на нее он и любовался, то есть на зад этой лошади. В общем, на самом деле Собчаку Путина посоветовала его жена Собчака, то есть Нарусова, ну, в общем, которую все тогда звали Люсильда. В общем, это Люсильда, она посоветовала Собчаку откуда? Оттуда, что сама любила всегда очень антиквариат и частенько покупала какое-то там золотишко у Трабора. А вот Трабер – это давний, так сказать, знакомый Путина еще по ленинградским подворотням, еще гопнических времен вот тех. В общем, Трабера на эту мысль натолкнул их общий шеф у Святцев, о нем я уже вам как-то рассказывала. Это вот самая такая центральная фигура в социализации Путина. Это главарь вот этой вот банды. Он, в принципе, за свои проделки бывал осужден, несмотря на связи с конторой, потому что действовал уж слишком борзо, дерзко, нагло. В общем, это именно у Святцев отвел Путина, в том числе, в секцию дзюдо. Он способствовал, чтобы по спортивной квоте Путин поступил в ЛГУ, где он, конечно же, не учился, а в основном отстаивал честь университета вот в таком скромном, корпускулярном весе на татами. Соответственно, еще раз подчеркну, никакой Собчак нигде никаких лекций ему не читал. Тогда они даже близко и не могли бы познакомиться. Но легенда, видимо, так всем понравилась, что они в нее даже местами, казалось, начали верить и сами. Но и многие, кстати, повторяют эту легенду. Например, почему-то Сергей Жирнов, кажется, в интервью Гордону подтвердил, что вроде как у Путина состояло знакомство с Собчаком еще в университете. Это не так. Соответственно, у Святцев надоумил Трабора посоветовать Люсильде, чтобы та привела Путина за руку и сказала Собчаку, возьми в помощники толковые, все организует, знает, умеет, делает. В общем, так он получил сначала место, вот это приставное, на стульчике с видом на зад коня Николая первого, но там достаточно быстро, достаточно быстро как бы вот проторил себе, ну уж не знаю, усилиями или банду у Святцева, отстраняя, значит, от возможных конкурентов на своем пути, а может быть, все-таки контора помогла, как мне кажется, это более вероятно. Знаете, что самое забавное, что у Святцев, он сохранял все время связь с Путиным, даже в более поздние времена, вот, несмотря на то, что находясь в конторе, Путин же проводил обыски в квартирах у еврей. Будучи ярым антисемитом, он сразу после школы прапорщиков оказался в отделе по отказникам. Этот отдел возглавлял Леонид Надиров, соответственно, вообще управление по борьбе с инакомыслием Кошулю в Коршунов, а вместе все это пятое управление Черкесов. В общем, Путин проходил, проделывал всякие обыски вот в этих квартирах у тех, кто хотели вернуться в Израиль, имели на это основание, но вместо этого советская власть и КГБ СССР фальсифицировала против них уголовные дела, и они оказывались вместо этого в тюрьмах и лагерях. И Путин был как раз тем самым фальсификатором вот этой вот псевдодоказательной базы. Он допрашивал, ходил, он занимался этими обысками. И вот что самое парадоксальное, это то, что занимаясь обысками, он должен был сохранить таинственность. То есть тот, у кого он обыски эти проводил, не должен был об этом догадаться. Но несмотря на это, Путин иногда не выдерживал от злобы и ненависти и оставлял свою черную знаменитую метку. То есть он в туалете гадил и не смывал. Затем в эти квартиры приходили банду у Святцева. В конце концов банду взяли и у Святцев всем. И даже сопоставили эти обстоятельства, что наводчикам по всей вероятности тогда еще в СССР поняли, ну в КГБ, что был все-таки Путин. И из-за этого был уволен Надиров, как его шеф. Но потом Путин Надирова все равно пригрел, потому что чувствовал, что по отношению к нему он вина провинился. И он его назначил сначала заместителем министра по печати, а потом Надиров вообще организовал, вывел сначала из-под министерства печати и организовал отдельную службу под названием Роскомнадзор, которая нынче плющит там всячески, или как-то назвать, всех там инакомыслящих. То есть со свойственным ему набором средств он организовал вот именно эту работу по методике, можно сказать, Андропова. То есть у них там, как известно, есть психбольные, а недовольных нету, оппозиции нету, инакомысляя тем более. В общем, вот в таком ключе. Значит, возвращаемся к Медведеву. То есть это я вам рассказала о том, как Путин попал в приемную к Собчаку, дальше он довольно быстро всех, ну, как бы это сказать, на своем пути раздвинул и стал главой аппарата этого всего, начальником. Но тут есть два примечательных еще эпизода, о которых мало кто вообще рассказывает. Значит, Путин организовал через Лен-Горь-жил-обмен в Собчаку квартиру. Вместо Сиреневого бульвара, то есть окраины промзоны, на котором он проживал, Собчак, ему поменял Путин квартиру на неравноценную совершенно, на мойке 31, причем сначала на меньшую, а потом на большую, которой в дальнейшем они еще приснили мансарду, из которой Ксюша там вынашивает свои, так сказать, планы хайпа по сей день, как я понимаю, и, собственно, притворяясь какой-то там оппозиционеркой и демократкой, всю жизнь была троянским конем в этом демократическом движении, об этом есть, ну, тонны материала, чего стоит только одни интервью Чичваргина на эту тему. Ну, в общем, вот эта квартира превратилась в 400-метровую на мойке. Но самое примечательное, что Путшумок, параллельно с вот этой вот схемой обмена и въезда Собчака на мойку 31, Путин организовал такую же историю для любимого Ралдугина. Дело в том, что у Ралдугина откуда взялась квартира на мойке-то 31? Ровно по той же схеме. Причем была оформлена эта квартира для Ралдугина на жену Ралдугина, на Ирину Никитину. Там они, конечно же, резвились. Там у них даже баня была, представьте себе, сауна. То есть сауна-то в совет, ну, как бы поздний савок. Начало, конечно, уже, так сказать, вывеска была, уже поменяли вывеску, но все-таки до таких экстравагантных у тех, чтобы иметь сауну в собственной квартире, доходили немногие. Однако Путину удалось. Поэтому все, что было дальше, это я периодически рассказывала, но этот эпизод забывала. О том, как Путин рассказывал, будто бы идет на совещание очередное срочное к Собчаку в любое время дня и ночи, а на самом деле шел к своему главному наперстнику и главной тяге любви, можно сказать, если вообще это приемлемо. Ну, в любом случае, страсти, скажем так, главной страсти в своей жизни к Ралдугину. Это было очень удобно, потому что находились они, как я уже упомянула, в одном доме. По совпадению, уж не знаю, как там оказался в этом же доме проживал Боярский, который тоже принимал участие, судя по всему, в этих теплых, уютных вечерах, после того, как вдоволь напарившись, Путин с Ралдугином, наверное, выпивали что-то. Видимо, им помогала, прислуживала жена Борода, точнее, Ралдугина, Никитина. А на дачу приходили уже поющие аденоиды и исполняли что-то про зеленоглазое такси. В общем, вот так проводил свой досуг Путин. Ну и, соответственно, в это самое время Медведев просто, так сказать, разрывался на две части, секретутничал на два кабинета, потому что, соответственно, Собчак уже стал мэром, вот, как бы покинув недружественный Ленсовет, то есть уже Гордуму Санкт-Петербурга. Там, надо сказать, что они постоянно пытались что-то расследовать, постоянно проверяли, вот эти вот бумаги, договоры разнообразные. 200, даже больше, более 200 постановлений за подписью Собчака отменили усилием Гордумы, то есть, ну, вот бывшего Ленсовета, благодаря усилиям еще пока там находящихся демократов, то есть таких, как Филиппов, Салье и их приверженцы. Виталий Скойбеда тоже дает мне периодически интереснейшее интервью на канале. Если кому интересно, он эти времена описывает во всех подробностях. Ну, в общем, в какой-то момент Путин решил откомандировать Медведа, как уже, так сказать, набравшего опыт определенный в целлюлозный бизнес. То есть сначала он стал юристом, а затем чудесным образом какой-то рядовой юрист компании «Илимпал» становится ее акционером и потихонечку приобретает все больше и больше акций. Ну, в общем, они рейдерили фактически эти предприятия целлюлозно-бумажные по всей стране и в конце концов превратились просто в монстра. То есть, чтобы было понятнее, Медведев после вот этого своего начального карьерного рывка переехал, в общем-то, в Усть-Илимск, где сначала работал вот этим самым юристом, а потом вот в этих чемоданах, которые они носили за Собчаком, что-то стали откладывать на приобретение этих вот самых акций. Таким образом, вначале просто вот по чуть-чуть, а потом все больше и больше, Медведев фактически завладел. Ну, не только в своих интересах, разумеется, в основном интересах Путина и тогда еще Собчука, вот этими активами, то есть их этот монстр целлюлозный, он, что главным образом делает он, это грязное, очень вредное производство, связанное не только с тотальной вырубкой лесов, но и с вареньем этой всей бумаги, добила в этих самых фтор, этот хлор и все прочее. То есть, это все крайне вредное производство, которое они, конечно же, делали без каких-либо стандартов, лишь бы только выкачивать как можно больше денег. Это длилось там десятилетиями. Вот, не знаю, где, где Грета Тунберг со своим топориком, вот, должна была бы уж давно при деньги предъявить к главному, ну, вредителю, то есть сколько эти целлюлозно-бумажные комбинаты принесли экологического вреда, то, наверное, даже в рамках одной стороны это трудно рассматривать, потому что, ну, то, что они там сделали себе хуже, это, конечно, дело хозяйское, можно и так сказать, но, конечно, вырубка, такая беспощадное лесо, она, ну, все-таки меняет очень многое в целом и с точки зрения климата, и вообще, ну, экосистему нарушает достаточно заметно. В общем, вот в этой области Медведев развлекался, дальше они даже продали какие-то большие пакеты американцам, тоже была еще одна статья дополнительного обогащения, вот, потому что тоже, как они там прихватили и прикарманили, сколько из этих сумм мы сейчас с вами даже, наверное, навскидку и не догадаемся, вот, а когда уже сам Путин стал избираться в президенты, вот тогда он взял Медведева себе в штаб, вот, после того, как это удалось, и он, Путин, задурил голову, значит, всем, всему народу, населению, то, соответственно, он стал заставлять своих наиболее доверенных кадров повсеместно, и, естественно, это произошло и с Медведевым в том числе. То есть Медведев стал зам главы администрации президента, сидел в корпусе Б на третьем этаже с видом на колокольню Ивана Великого. Это такое местечко, откуда хорошо видно никогда ни разу не выстрелившую царь-пушку и ни разу не звонивший царь-кулокам. Вот. Ну, что дальше? Дальше он его приставил присматривать за Газпрому. То есть тогда, когда Путин сменил, ну, как сказать, уволил Вяхерева. Рэм Вяхерев – это еще кадр такой советской закалки, который в нефтегазовой сфере, ну, уж в Газовой-то вообще прекрасно разбирался, он поставил, ничтоже сумняшись на довольно неплохо налаженный этот бизнес, Миллера, который до того, как и Дюков, еще один подобный же случай, работали просто на Трабора в его порту. Соответственно, Медвед стал председателем совета директоров Газпрома, чтобы таким образом уравновешивать, и был друг за другом у них такой пригляд. Вот. Ему вообще всегда нравилось Путину, чтобы все друг за другом шпионили. Вот. Но тут, значит, Медвед, видимо, решил, что это вообще предел его мечтаний, и стал потихонечку полнеть. Полнел вот он постепенно и из щуплого гнома превратился в колобка. Путину это не нравилось. Путин ему велел худеть, потому что нужно было, чтобы он дохуделся до все-таки какого-то вида, ну, пригодного для избирательной кампании, потому что у Путина было две точки зрения, кого можно посадить грелкой на свой трон, пока вот ему надо было на пять лет отлучиться, во всяком случае создать такую видимость. В общем, в общем, соответственно, Медведев дохуделся до того, чтобы стать грелкой этого трона, а было всего, в общем-то, два основных кандидата. Это вот этот самый Димон и Сергей Иванов. Сергей Иванов, в отличие от Медведа, очень хорошо знает ФСБшную систему изнутри. То есть он был для Путина гораздо опаснее, и, в принципе, мог бы, зная все эти истинные рычаги управления изнанку, так сказать, российской власти, в какой-то момент действительно в полном смысле слова аппаратно и всячески вообще заменить Путина. То есть Путин был бы абсолютно избыточен в этой конструкции, Путин бы не смог вернуться ни на какие там дальше свои сроки. Значит, он, Иванов, коллега фюрера по работе в гестапо, но он работал в Лондоне. Он был в группе провалившихся советских шпионов, которых когда-то выслала Маргарет Тэтчер из Великобритании. В общем, Пу его взял сначала министром обороны. Конечно, не будем забывать вклад коррупционный, который Иванов вложил в развал в целом обороноспособности России. Но как ни крути, получается, что выбирая между вот этими двумя, Путин все-таки остановился на Медведеве, как на менее угрожающем для себя. Вот, потому что все-таки, что такое знание механизмов КГБ или ФСБ изнутри? Я, в принципе, поняла, то есть мне фактически самой глаза на все это открыл Денис. Ну, естественно, потому что он работал в ФСКН, он шел очень долго по военной линии, он был полковником юстиции, полковником полиции. И вот, когда он мне объяснил, как на самом деле устроена путинская Россия, вот тогда я только поняла, что, по сути, вот эта изнанка, каким образом все сшито со стороны вот этих специальных служб, и в частности ФСБ, это и есть правда вот жизни, истина в том, в каком она вот и настоящая, настоящий ощер, мерзейший оскал этого левиафана, репрессивная, отвратительная машина, человеконенавистническая. А так сказать, чем это припудрено внешне, дел другое. Но успехов достигают исключительно вот эти, так сказать, ширмы в случае, если они имеют двойное назначение. То есть только те, которые параллельно еще имеют какую-то либо, ну, то есть погоны, в прямом смысле слова, либо аффилированы, или работают, сексотничают на ФСБ. Вот эти делают карьеру, остальные, ну, либо не понимают этого, будучи там какими-то шутами Дороховыми, либо вот по какой-то причине не прошли этого отбора туда, или, что, конечно, гораздо меньше, сопротивляются этой системе. Их, конечно, ну, всегда в разы было меньше, и, естественно, с ними постоянно шла эта борьба колоссальная. То есть таким образом подкованный в этом отношении Сергей Иванов был для Путина фатально опасным. Вот что я хочу сказать. Потому что он знал точно, на какие кнопки и в случае чего надавить, кого, на каких позициях, с какой скоростью поменять, кто должен ему присягнуть и как. И таким образом, конечно, бы за пять лет он бы все перепрошил под себя. Значит, этого не смог сделать Медведев. Спрашивается, почему? Давайте разберем. Значит, кто стал руководителем аппарата Медведева? То есть Путин поназначал всех, кто должен был в круглосуточном режиме за ним шпионить, проверять каждую встречу. Глава этого протокола, да, Янтальцева, ставшая главой его протокола, это жена Миллера. Она, естественно, круглосуточно смотрела за тем, как работает и так далее. Назначала эти встречи и курировала, чтобы те, которые нужны, встречи происходили, а которые не нужны, не происходили. Остались в полном объеме все путинские секретари. Также охрана ФСО вся та же самая поименно осталась. Он был обставлен до такой степени, что вплоть до постельничьих и костеляншев, горках девять, были вот эти самые проверенные люди. Или не люди, точнее сказать. Ну, в целом, конечно, Медвед наказан бабой своей с первого класса школы. Значит, он женат на Светлане Линник, с которой познакомился в первом классе школы ленинградской. Родители Линник работали в Ленгоросполкоме. Ну, не бог есть там на каком уровне, но тем не менее. Поэтому она с наследственной хваткой из номенклатурной семьи вцепилась вот в это свое достояние и сориентировала его в сторону добычи денег. То есть они, в общем-то, и сами ковали свое счастье, как могли в этом смысле. Организовали компанию Мираторг. Это такая компания, в которой, судя по названию, мироточит мясо, причем мироточит пальмовым маслом. Значит, на примере двух мясокомбинатов, которые были им обоим хорошо знакомы и были довольно успешны. Это Кумаринский Парнаст. Кумарин – это глава Тамбовской ОПГ. И Самсон, который, кажется, принадлежал Казанской братве. Самсон, кстати, стал знаменит благодаря сообщениям о своем захвате нукерами Кадырова, когда тот отправил самолеты с головорезами, гранатометами на захват вот этой, ну, рейдерски, видимо, значит, вот этой вот мясо, как ее назвать, мясокомбинат, мясоперерабатывающей какой-то компании, вот этой Самсон. Ну, в общем, глядя на это все, они поняли, что их счастье в мясе. И можно даже, кстати, параллель провести, что сейчас Кадыров повторил успех захвата этого Самсона, только теперь вот эта компания «Данон» превратилась в «Дон-Дон», так бы я сказала. Вот, ну, о Кадырове как-нибудь в другой раз, а вот как стали бодяжить мясо в компании «Мираторг», известно только, наверное, поставщику пальмового масла Володину. Ну, наверное, секрет известен также Линник и, скорее всего, технологу, который у них работает вот в этой главной, который работает в компании «Мираторг». Ну, они, безусловно, много чего делают для того, чтобы российские пенсионеры как можно меньше потратили этих вот денег из пенсионного фонда, чтобы они возраст до жителя сокращали, употребляя в большом количестве вредные продукты. Ну вот, видимо, учитывая, что за только один прошлый год количество пенсионеров сократилось на 800 тысяч, у них это неплохо получается. Значит, многие поверили, должна я вам сказать, в то, что Медведев сможет, тем не менее, вот несмотря на то, что он вот так вот был обставлен шпионами со всех сторон, все-таки остаться на второй срок. Значит, поверили в это, ну, братья Магомедовы, которые, конечно же, за это пострадали, и несмотря на то, что такие миллиардеры, сумма групп и так далее, они, тем не менее, отбывают свои сроки. То же самое касается министра Беспортфеля Абызова, который даже сточил, значит, свои зубки, приготовил себе новые в Сан-Франциско, но они так его и остались ждать за 150 тысяч долларов, красуются там в витрине, в то время как сам он над этими стесанными гнилушками, видимо, вынужден пользоваться где-то в местах не столь отдаленно. Значит, главный, конечно, финансист этой всей деятельности по сохранению за Медведевым троном был Усманов. И удивительно, что этот курпулентный Мэйшан вместе со своей женой Свиннер проделали несколько достаточно впечатляющих интриг, включая подсовывание Путину Кабаевой. Но все это не сработало, и Путин, несмотря на то, что его, как он считает, спортсмена, еще и усилили настоящей олимпийской чемпионкой, он все же не соблазнился на пост главы Международного олимпийского комитета, а так-то он уже думал пойти на главу МОКа, оставить за собой представительские функции, разъезжать по миру и вроде как рассматривал такой для себя шаг, но все-таки в конце концов он решил иначе. А Усманов, который, как казалось, вроде бы все делал для Медведева и даже отстраивал ему грандиозные дворцы, прилегающие к горкам 9, в которых Медведев обитал как исполняющий обязанности президент, но тем не менее такой президент, как это Ширма. Ну, Усманов вел двойную игру и в итоге предавал всех, но, видимо, благодаря тому, что сдавал Путину вовремя все их планы, все-таки избежал участи братьев Магомедовых и Абызова. Но для того, чтобы получать от Усманова все эти дары, то будет занятно, но действительно Медведев организовал фонд, семья его вместе с Леник, такую тайную копилку. И представьте себе, что эта тайная копилка так и называется, фонд «Дар». Значит, там скапливалось все, что ему дарили, то есть в том числе огромный дом, прилегающий к горкам 9, плюс с домиком для уточки, значит, яхта «Фатини», артисты фестивалей, которые, значит, развлекали вот это все, тоже оплачивались или каким-то образом, значит, туда вот все средства сначала аккумулировались, вилла в Италии с виноградниками и огромный дом на Марсовом поле. Это дом, который все еще под реконструкцией, видимо, потому что там недалеко жили родители Медведева в аптекарском переулке, ему, наверное, это местечко как-то вот греет воспоминания. Я бы тут еще хотела сказать, что мэр Плёса, мэром Плёса является зять Сечиным. Значит, Булат Каримов, он, ну, давно уже там где-то в этом кругу вращается, потому что он даже у этих Магомедовых, у братьев, поработал директором всей суммогруппы. Значит, или суммогруппы, нет, сумма, кажется. В общем, этот зять Сечина, соответственно, устраивал там для Медведева удобный отдых. Вот там в этом Плёсе как раз это расследование, которое проводила ФБК, показывало домик для уточки. Вот это все в том самом Плёсе, мэром которого является зять Сечина, который женился на Инге Сечиной. Ныне Инга носит фамилию супруга. Вот, но, тем не менее, они там всячески тоже старались все эти годы, чтобы Медведеву было как можно уютнее в этом Плёсе, и как можно больше артистов приехало бы его развлекать. Потому что Медведев сам, конечно, больше все же про заработок и развлечение. В несвойственной для себя манере он работает в последнее время, когда вынужден писать вместо Жириновского, так сказать, приоткрывая завесу дозволенного или окно Овертона для Путина, проговаривая, такой шут-проговорщик, проговаривая то, что Путин бы сам хотел сказать, но вот в силу определенных причин сдерживается, то, соответственно, Медведеву это, в общем-то, в меньшей степени свойственно. Ему бы, конечно, в Плёсе развлекаться и ездить на итальянскую виллу, которая по, так сказать, ну не знаю, сейчас как, вот именно на сегодняшнее число, но по некоторым слухам не попала под санкции, так как как-то очень умело оформлена, не без усилий фонда ДАР. Значит, также что я могу сказать по поводу второй рокировки? То есть, когда Путин решил все-таки, что Медведев должен ему вернуть трон, ну быстро достаточно, несмотря на то, что велась колоссальная работа, в том числе с Урковым, который попал в результате этого всего в опалы, то есть он тоже вместе с братьями Магомедовыми, значит, с Абызовым, с Усмановым, и, кстати, еще сказать, с Дворковичем. Они очень горячо поддерживали идею сохранения Медведева на троне, и, в общем-то, все за это поплатились. Дворкович, я бы даже сказала, отбился шахматной доской, потому что он сын гроссмейстера шахматного, и вот он стал президентом Всемирной шахматной ассоциации, то есть он смог таким вот образом избежать крайне неприятных последствий, которые далеко не всем удалось избежать, и, как видно, даже Сурков попал в опалу на довольно продолжительный промежуток времени, а дальше, можно сказать, даже был сослан заниматься вместо внутренней российской политики, где он, конечно, очень был поднаторевший. Его отправили заниматься преступной путинской войной, по сути, и там он, к сожалению, имея связи, тоже принес очень много горя. В принципе, будь на его месте кто-то менее встроенный, может быть, в путинскую систему, может быть, и не столько горя он бы принес, и не столько бы совершил преступлений, как он, так и его подчиненные. Ну, в общем, что можно сказать? Когда Путин таки решил вернуться, и обработали они Медведева, как ни странно, буквально за какие-то несколько суток, то есть несколько ночей с ним поработала контора, и Медведев сдал эти все позиции, всех своих, ну, уже теперь можно сказать, подельников, тогда единомышленников. Где-то у кого-то была идея того, что, может быть, Медведев все-таки готовит реконкисту, может быть, все-таки весь этот его круг вынашивает какие-то идеи по возвращению, особенно это все муссировалось вокруг 1918 года. Но, мне кажется, теперь уже эти идеи все полностью похоронены. Вряд ли кому-то, так сказать, перейдет в голову вообще в нем видеть еще какого-то политика. В общем, значит, Путин со свойственными ему вот такими привычками всегда обещает же всего и всем несколько раз. То есть, если, допустим, он тогда, когда выбирал Медведева преемником, обещал это же самое кресло Иванову, причем так, что он уже распространял слухи, что будто бы и приказ подписан, уже многие даже Иванову поздравляли. То есть, для Иванова это было крайним унижением по результатам. То, значит, когда он сказал Медведеву, что вернет его и тот станет председателем правительства, в это же самое время Путин этот же пост уже пообещал Пудрину, притом на дне рождения и точно так же рассказывал о том, что, дескать, распространял слухи, что уже и указы подобные подписаны. Тем более, что сам Пудрин дважды уступал доходное место Путину в администрации президента. То есть, однажды он уступил контрольное управление, а потом, значит, место замместителя главы. То есть, Пудрин, в принципе, он Пудрину был вроде как и должен, но тем не менее он Пудрина прокатил, кинул, как бы, наверное, правильнее сказать. В общем, что я тут еще могу, пожалуй, добавить? Еще я тут могу добавить, что, в принципе, не все из Медведевского круга попали под плотное кольцо санкций, как и вот этот дом вот в Италии, не знаю, это вилла, когда ее санкционируют. Тимакова, его спичрайтер, алкоголица такая, жена Бутберга, она, значит, прикупила себе в какой-то момент на вот этих мелких подношениях, основанных и подачках дом в Юрмале. Считается, что вроде какой-то там вполне даже роскошный. Вот, и тоже по какой-то причине это все под санкции до сих пор не попало. Значит, теперь она зампредправления ВЭБа у ненастоящего Игоря Ивановича, то есть у Шувалова, потому что настоящим Игорем Ивановичем, как известно, в России является исключительно Сечин. Вот у этого Шувалова, я вам хочу сказать, в Лондоне таки квартиру арестовали. Точнее, было бы сказать, что это не квартира, а целый этаж. Вот, потому что самое примечательное, что Ми-6 переезжала из одного дома в другой, и в прежнем своем доме они сделали реконструкцию и выставили на продажу квартиру. Вот там купил себе квартиру или этаж, вернее, квартир Шувалов, но в итоге это таки арестовали. Вот, а что касается, значит, что касается многих других активов, то это все еще в будущем, но думаю, что все состоится. Что касается его связей каких-то личных, то они довольно малоизвестны, потому что, видимо, битый регулярно своей женой, хваткой династийной номенклатурщицы Светланы Ильиник в замужестве Медведевой, он налево, судя по всему, даже смотреть боялся, хотя до меня какие-то слухи доходили, будто бы у него были какие-то нежные отношения, как ни странно, с Константином Голощаповым, но это, возможно, все из области домыслов, потому что, зная характер Светланы, полагаю, что подкаблучником он стал у нее еще в первом классе ленинградской школы, и таким является сейчас и останется до тех пор, пока, наверное, надзирательница в его жизни присутствует. Но сын Сергей, он говорил о каких-то особых отношениях между Путиным и Медведевым. Насколько вы считаете, эта информация соответствует действительности? Ну, я вам, по-моему, вот просто уже всю как бы их связь прям во всех подробностях изложила. Понимаете, остальное – это все-таки наше с вами восприятие. Я могу посчитать одним образом, зрители наши – другим. Я считаю, что Путин привык к нему вот именно вот как к секретарше. И вот в таком вот ключе он его периодически еще, так сказать, контролирует, где-то ему приходится на него воздействовать, влиять. Ну, тяга, безусловно, такая неумеренная к спиртному, к веселью, к развлечениям, делает свое дело. Ну, вот считаю, что у них субординация вот именно такого уровня. В завершении давайте посмотрим еще раз. Это вся недвижимость Медведева, родовое поместье Мансурово в Курской области, горная резиденция Психака в Сочи, резиденция в Итальянской Тоскане, бенадельческие хозяйства в Анапе, резиденция на Рублевском шоссе рядом с Москвой. Вот все, сейчас вы можете посмотреть некоторые фрагменты. Да, знаете, примечательно, что, например, из Горок-9 его, тем не менее, не выгнали, он там обитает, несмотря на то, что уже не является грелкой путинского трона. И вот вы сейчас посмотрели фрагменты резиденции Медведева, и мне кажется, Мария, надо завершить на очень феноменально известном тезисе Медведева, когда эта фраза, которая известна на весь мир, денег нет, но вы держитесь. Предлагаю посмотреть просто сейчас на финал. Пенсиями будем заниматься по стране, мы не можем сделать только в одном месте пенсии. Вы сказали, инфекция будет, где она, там, прямой инфекция? Ее нигде нет, ее нигде нет, мы вообще не принимались, просто денег нет. Значит, будем, найдем деньги, найдем деньги, сделаем инфекция. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Вот это вот на финал. Ну, что, как сказать, для народонаселения или для подданных, наверное, в которых превратился российский народ, денег у них нет. Да, друзья, вот эта колоссальная метаморфоза, как так произошло, что человек, который был прозападным, который пользовался первым айфоном, любил Америку, превратился в ярого антиамериканиста, путиниста, и который хочет, чтобы сейчас нанести ядерный удар по территории нашей страны, по территории Европы, ненавидит западный мир, но при этом вилла в Тоскане у него имеется. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, напишите в комментариях, откуда вы нас смотрите. Лайк, что вы думаете об этой программе, что вы думаете о Медведеве, о его последних заявлениях, о его связях с Путиным, о его недвижимости в Италии, о его жене. Напишите нам это в комментариях, нам это все интересно. Друзья, подпишитесь на мой YouTube-канал «Даша Счастливая», подпишитесь на YouTube-канал «Мария Максаковой». Если смотрите нас с телеканала «Прямой», нажмите на название, там будет возможность подписаться. Следующая серия у нас будет ровно через неделю, дождитесь, мы каждую неделю, обязательно раз в неделю делаем серию в сериале «Путинские прихвости», «Путинисты», «Путиноиды», «Фавориты», «Фаворитки Путина», «Диктатора России». Мария, благодарю вас, мы победим, слава Украине! Героям слава, разум до перемоги! До скорых встреч, друзья!